В последней части Нагорной проповеди, подводя итог, Иисус говорит о двух вратах, узких и широких. Он говорит о том, что есть два типа пророков — истинные пророки и ложные. Есть два типа учеников — истинные последователи и те, кто просто притворяются. И, наконец, существуют два вида фундамента — песок и камень. В этих четырех окончательных предупреждениях перед Иисусом предстает все человечество. Он призывает их принять решение. Он дает им простое предупреждение. Мы, люди, в этом мире не понимаем, что погибаем. Прежде чем мы начнем рассуждать над сегодняшним отрывком, позвольте привести вам пример из истории. В восьмом веке арабский полководец Тарик приплыл к берегам Испании. Он понимал, что его войска были в меньшинстве и сделал нечто нелогичное. Он приказал сжечь все их корабли. Таким образом, они испытывали то единственное, на что могли положиться. Затем он собрал свои войска и сказал им, «За вашей спиной море, а перед вами враг. Мы в меньшинстве. Все, что у нас есть, это мечи и смелость». Ничего не оставалось, как бросить все силы в битву. Сжигание кораблей стало тем, что китайский стратег Сан Сю назвал «местом смерти». Это место отчаяния, где ты либо будешь бороться, либо погибнешь. Когда корабли сожжены, уже не остается простых наблюдателей и тех, кто посвящен лишь наполовину. У берегов Испании не было места для критиков. У них была лишь одна альтернатива – действуй или умри. И каждый воин должен был принять личное решение. В 7 главе Матвея, в каждом из предупреждений Иисуса, он говорит нам, что мы должны принять решение. С ним мы или против него? Вошли мы в его царство? Или посвятили себя другому царству? Что мы предпочитаем? Царство небесное или земное царство, которое доминирует сейчас? Мы предпочитаем вечное или сиюминутное? Мы хотим жить или умереть? Мы стоим в этом так называемом «месте смерти». Наши решения имеют вечные последствия. Говоря о существовании двух врат, Иисус перечисляет угрозы как внешнего, так и внутреннего характера. И опять-таки, каждый из нас должен принять решение. В 15 стихе Иисус говорит, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Заметьте, что волки приходят не как волки. Они маскируют себя под овец. Волки — вечные враги овец. Если бы они пришли как волки, овцы бы убежали. Так же приходят и лжепророки. Позже апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 11, «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Конец цитаты. Лжепророки кажутся искренним божьим народом. Они говорят церковными терминами и общаются с членами церкви. Но они самозванцы. Внешне они выглядят как овцы, но их намерение ради собственных целей опустошить стадо. Они не просто обманывают. Они представляют огромную опасность. Поэтому наша главная задача — признать опасность лжепророков, осознать, что они представляют для нас опасность. Иисус не просто предложил, что, возможно, будут лжепророки. Он говорит о том, что в Ветхом Завете были лжепророки, которые пророчествовали мир, а мира не было. Они говорили то, что приходит им на ум. И в конце Евангелия от Матвея Иисус делает следующее предупреждение о последних днях. Это 24 глава Матвея с 11 стиха. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Времени перед концом будет присуще не только то, что по всему миру будет проповедано Евангелие, как мы видим сегодня, но и то, что будет множество лжепророков, которые прельстят многих. Несмотря на то, что ранняя церковь росла стремительными темпами, им тоже приходилось сталкиваться с лжепророками, о которых предупреждал Иисус. И Павел предостерегает старейшин церкви в Эфисе по поводу лжепророков в 20 главе Деяний. «Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». Мы в наше время должны бодрствовать. Какое самое распространенное ложное Евангелие проповедуется сегодня? Пожалуй, в американском обществе таким Евангелем является секулярный гуманизм. Большинство людей даже не задумываются, на чем все это основывается и каким будут последствия. Они принимают навязанные им ценности за чистую монету. Это широкий путь нашего времени. Первая предпосылка этого лже-евангелия гласит, что по мере того, как мы прогрессируем во времени, мы будем также прогрессировать в науке, в технологиях, в политике и морали. Перед нами свободное и цветущее будущее. Мы можем иметь царство, и мы желаем получить это царство без царя Иисуса. Вторая предпосылка — утопия. В будущем нас ожидает совершенная земля, которой будут управлять просвещенные люди. Базовое убеждение этого евангелия состоит в том, что при правильных условиях и влиянии мы, люди, можем усовершенствоваться. Мы можем реализовать свой потенциал полностью и обрести лучших себя. Все, что нам нужно, — это образование, информация и ободрение. Третья предпосылка состоит в том, что для этого всего Бог не нужен. И, кстати, это Евангелие секулярного гуманизма утверждает, что христианство — это одна из ересей, которая нас поработила, которая нам мешает. И мы должны вернуться в свое первоначальное состояние, до колониальной эпохи, и даже до христианства, до древних культур, и, пожалуй, даже до истории известного нам мира. Мы должны вернуться во времена, когда мы пребывали в гармонии с природой. И если мы вернемся в это первоначальное состояние, мы можем сформировать новую нравственность, свободную от угнетения человека. Но то, что сулит этот секулярный гуманизм, на самом деле не сходится с реальностью. В этой философии много пробелов. Наши знания в науке и технологии значительно выросли, а на социальном фронте мы видим возвращение к племенной жизни. Растет экономическая безысходность. Растет разница между элитой и простыми людьми. В жизни людей уровень беспокойства все выше и наблюдается все больше душевных расстройств. Падает уровень IQ — эпидемия одиночества. Хотя коммуникаций все больше. Дискриминация упрямо растет. Нарастает ненависть между людьми. Мы видим зависимость от наркотиков, пищи, секса, технологий, азартных игр. На самом деле мы регрессируем. В то время как Северная Америка пытается построить мир без Бога, он рушится как карточный домик. В то время как люди без Бога пытаются окунуться в новую культуру и нравственность, становится все более очевидным то, как сильно изранены их сердца. Мы настолько разбиты, настолько слабы, что у нас нет силы бороться за свою землю. Мы не в состоянии построить эту утопическую страну. Нужно признать, что все мы в некоторой степени находимся под влиянием такого Евангелия. В этом Евангелии Иисус хороший путь, хотя и не единственный. Ну да, в Библии Иисус говорит, «Я путь, истинная жизнь». Но мы ведь все знаем, что Библию писали люди. Утверждает это Евангелие. Все дороги ведут к жизни. Приверженцы этого Евангелия утверждают, что искупительная жертва Иисус на кресте нуждается в новом толковании. Никакие мы не падшие грешники, и не нужен нам искупитель, который примирит нас с Богом. Они оспаривают послание, которое мы находим в Писании. Оно слишком негативное. Одни сплошные правила и ограничения. Нам нужно нечто новое. В чем состоит их новое послание? Бог во всем. И мы, люди, по своей сути, божественны. Разве не чудесное послание? Они говорят, Все мы хорошие люди и заслуживаем быть счастливыми и свободными. Если мы отбросим все негативное, что мы пережили, мы можем вернуть свою истинную сущность. Наше исцеление в том, чтобы любить себя такими, какими мы есть, обрести себя, найти лучшее в себе. Вы слышали это Евангелие? Иисус говорит, «Остерегайтесь лжепророков». Он предупреждает своих последователей, чтобы они бодрствовали и обращали внимание на то, что видят и слышат вокруг себя. Комментатор Библии Майкл Вилкинс пишет, «Если мы можем извлечь урок из истории, то он состоит в том, что церкви, деноминации, школы и миссионерские группы были и есть восприимчивы к лжеучению». Итак, мы должны уметь распознать лжепророков. Как понять, кто прячется под маской овцы, волк или овца? В 16 стихе Иисус переходит от примера с волками в овечьей шкуре к деревьям и их плодам. Волк может замаскироваться на какое-то время, но дерево не сможет долго скрывать свою истинную суть. Прочитаем 16 стиха. По плодам их узнаете их. Собирает ли из терновника виноград или срепейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а сухое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Виноград и смоква были основными фруктами в Израиле. На расстоянии черной плоды тернового куста можно было перепутать с виноградом. Цветок на терновом кусте можно было перепутать с инжиром, со смоквой. Но если человек приближался к дереву, он тут же понимал свою ошибку. Терновые кусты разрастались так, что погубили остальные растения. Тернии никогда не производили здоровые, нужные людям плоды, говорит Иисус. Как нам распознать терновые кустарники и колючки нашего времени? У моей жены Джуди в смартфоне есть приложение, которое подсказывает название растения, на которое ты наводишь. Ученики в то время не имели приложения на смартфоне, но они видели плоды растения. Итак, какие плоды мы должны распознать? Во-первых, мы должны смотреть на дела. Правильнее было бы перевести с греческого языка в стихах с 17 по 19 не дела, а плоды, не делать, а приносить плоды. Слово «дела» повторяется в них пять раз. В 21 и в 22 стихах это слово переведено как «исполнять или делать». Мы должны что-то замечать в делах лжепророков. Поведение человека всегда отражает его внутреннюю жизнь. К примеру, в послании к галатам Павел призывает их испытывать свою жизнь и жизнь лжепророков, потому что те, кто принадлежат Иисусу будут приносить плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость и самоконтроль. Они не станут творить дела плоти. И точно так же ученики Иисуса должны оценить, действительно ли жизнь пророка соответствует жизни в Царстве Божьем, о котором говорит Иисус. Пророк подобен Иисусу в своем поведении и своему характеру. Помимо дел мы также должны распознать слова лжепророков. Одной из основных характеристик лжепророков Ветхого Завета был их пустой оптимизм. Они отрицали, что Бог еще и Бог судья. Вот что говорит о них Еремия в 14 главе. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. «Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им, они возвращают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечта сердца своего». Лжепророки Ветхого Завета придавали людям ложное чувство безопасности. Они усыпляли их бдительность. По словам лжепророков, людям не нужно было ни каяться перед Богом, ни смеяться. Вопрос спасения не был разъяснен. В Нагорной проповеди мы видим, что лжепророки не одобряли выбор узкого пути, выбор которого так настоятельно рекомендовал Иисус. Сегодняшние духовные гуру используют духовный язык, чтобы учить подобным вещам. Недавно я изучал работу одного богослова, продвигающего доктрину универсализма. Он настаивает, что мы должны проповедовать более позитивные послания любви. Он ставит под сомнение необходимость смерти Иисуса ради нас. Он даже говорит, что, возможно, смерть и воскресение Иисуса — это метафора, указывающая на смерть и перерождение. Он ставит под сомнение авторитет Писания и утверждает, что все пути ведут к океану Божьей любви. Он говорит, что все люди по своей сути хорошие, и Бог не станет судить людей. Потом я узнал, что этого человека десятки раз обвиняли в психологическом, духовном и сексуальном злоупотреблении. Нет ничего нового под солнцем, друзья. В Матвее 12, 33 Иисус говорит следующее. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду, порождение ехиднины». Как вы можете говорить «добрые, будучи злые», ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Человек показывает, чем наполнено его сердце через свои слова, что мы должны замечать в их словах. Во-первых, они говорят об Иисусе. Они представляют Иисуса из Писания или свою собственную версию Иисуса. Что они говорят о Писании? Для них Писание богодухновенное, авторитетное Слово Божье. Или просто набор документов, достойных нашего внимания. Что они говорят о состоянии человека? «Мы являемся морально падшими и нуждаемся в Иисусе». Или «Все люди хорошие по своей сути». И четвертое. Какой представлен путь спасения? «Мы грешники, которые спасаются только через веру в Иисуса по Божьей благодати». Или «Мы хороши сами по себе и нам просто нужно освободиться от негативного влияния, чтобы мы могли вернуться к своему истинному Я». Пятое. Что они говорят об узком пути? Существует только один путь, и этот путь Иисус, как говорит Слово Божье. Или для них существует множество дорог спасения. Мы должны различать их слова, а также мы должны различать их влияние. Лже-пророки подрывают важность веры в Бога. Они ведут к тому, что мы начинаем доверять другим ресурсам. Лже-пророки сеют разногласия и пророчествуют о том, что никогда не исполнится. Они оправдывают свое подозрительное поведение. Они учат ради выгоды и престижа, ради того, чтобы передать свои собственные идеи. Они делают героем истории самих себя. Истинный пророк будет учить для того, чтобы благословить других, чтобы донести библейскую истину и направить всех к славе Божьей. Уильям Баркли пишет, «Волка заботит лишь одно — насытить свое собственное чрево и удовлетворить свою алчность». Лже-пророк учит не для того, чтобы передать что-то другим, но для того, чтобы самому из этого извлечь выгоду. Не стоит ожидать добрых плодов от гнилого источника. Мы должны различать и распознавать все в духе кротости, но также нам не стоит забывать о страшных последствиях лже-пророчеств и лже-учений. Я не говорю, что нужно постоянно подозревать во всем ересь и ложное учение, но мы должны различать и что часть нашего процесса зрелости в Боге и поэтому каждый из нас должен принять личное решение сделать свой собственный выбор. Во-первых, мы должны принять решение оставаться верными Евангелию Иисуса Христа. И затем в стихах с 21 по 23 Иисус говорит уже не о лже-пророках, а о лже-учениках. Его слушателями были ученики, религиозные лидеры и толпы народа. Иисус не позволял своим слушателям оставаться нейтральными. В 21 он говорит «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Почему просто исповедание «Господи, Господи» было неприемлемым для Иисуса? Он кажется почтительным, даже ортодоксальным, или, пожалуй, даже восторженным. Разве Павел не писал, что если мы исповедуем Иисуса Господом, то спасаемся римлянам глава 10 стих 9 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Обратите внимание, что Павел имеет в виду не просто исповедание своими устами, но нужно веровать в это в своем сердце. Он говорит, что нужно всецело покориться Господу и довериться Иисусу. Из-за этим должна последовать жизнь в послушании. Иисусу нужны не просто наши слова, но вся наша жизнь. Опасность находится внутри нас. В 21 стихе 7 главы Матфея мы впервые в этом Евангелии видим обращение к Иисусу к Иисусу как к Господу. Слыша двойное обращение «Господи, Господи», мы думаем о вознесенном Иисусе, воссевшем Одесную Отца, царствующем над всем творением и над всей историей. Однако нам крайне важно понимать, что происходит в момент нашего исповедания Господь. Иисус говорит, что в тот день, то есть в последний день, когда будет явлена Его верховная сила, в 25-й главе Матфея, такое обращение звучит со стороны людей, когда они просят, чтобы их впустили на брачный пир. Там к Иисусу обращаются как к судье. Не всякий, кто говорит «Господи, Господи», в день суда войдет в Царство Небесное. Почему? Потому что те, кто раскаялся в своих грехах, кто рожден свыше Духом Божьим. Лжеученики, о которых здесь говорит Иисус, просто говорят слова «Они не вошли под господство Иисуса». Последователи Иисуса должны следовать за Ним, то есть исполнять волю Его Небесного Отца. В конце концов, буквально послушание воли Отца, о котором говорит Иисус в Нагорной проповеди, не означает просто приставить титул к имени Бога и даже не означает ту или иную харизматическую деятельность. Да, безусловно, Иисус и Его учеников в их служении сопровождали чудеса и знамения, но это не обязательно было признаком истинного ученичества. Чудеса и знамения могут подтвердить евангельское послание. Мы видим это в Новом Завете, как в служении Иисуса, так и в служении Его учеников, но враг тоже может подделывать чудеса, чтобы навредить Царству Божьему. Иисус говорит в Матвея 24, 24, что поднимутся лжепророки, и они будут творить разные знамения и чудеса. Они могут изгонять бесов именем Его, но их чудеса перед Богом не будут иметь вечной ценности, потому что они будут делать это иной силой ради славы другого. они обманывают и себя и других. Мощное чудо еще не значит, что во всем этом присутствовал Отец Небесный, потому что бесы или дела рук человеческих тоже могут творить чудеса. Что-то внешнее не означает, что произошло реальное чудо с небес, истинное доказательство того, что произошло чудо от Бога. Это как раз внутреннее изменение человека. Иисус говорит здесь довольно резко. Он говорит, что однажды Он придет как судья и будет судить лже-пророков и лже-учеников. Их пункт назначения вечная погибель. Он ясно говорит об этом не только здесь в 7 главе, но также в 10, 11, 12 и 25 главе. Почему Он будет их судить? Потому что Он никогда их не знал. Представьте, что вы слышите от Иисуса слова «Я никогда не знал тебя». Человек может близко подойти к духовной реальности, как Валаам, как Иуда Искариот, как Симон Гадатель. Но главное познать Источник. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно познать Иисуса. И Он должен вас знать. Познать не просто кратко познакомиться или уважать. Речь идет об отношениях ученика с Иисусом. Иисус знает тех, кто Ему принадлежит. 1 Коринфянам 8, 3 Мы читаем «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». В 19 стихе 7 главы Матвея Иисус говорит, что худое дерево будет сожжено в огне. Это прекрасная метафора, описывающая суд, который ожидает лжепророков. Здесь, в 23 стихе, Иисус говорит лжеученикам «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Широкий путь — это путь погибели, ведущий в ад, где погибнет все прекрасное, все истинное и чудесное. На самом деле, широкий путь — это самоубийство, поэтому нам нужно принять личное решение. Субтитры создавал DimaTorzok